К нашему эфиру для более детального обсуждения темы присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик. Алексей, приветствую вас в эфире Freedom. Добрый день. Алексей, Министерство обороны Великобритании, если не ошибаюсь, еще в июне, даже в начале месяца, сообщало о том, что Россия начала наносить удары по украинским аэродромам, опасаясь F-16. Мы констатировали, собственно, что действительно серьезно относятся к этим поставкам наш противник, страна, агрессор. Как вы считаете, насколько действительно Россия может сейчас опасаться? Потому что мы ведь понимаем, что поставки будут достаточно постепенными. И вот такого максимального эффекта от постепенных доставок сразу, ну, как минимум, невозможно будет достичь. Ну, тут вы правильно только что цитировали президента Зеленского про количество самолетов. Ну, неправильно, вы цитировали. Правильно, неправильно. Не про этот разговор. 128, да, действительно, такое количество самолетов, учитывая их преимущество по качеству, как минимум, паритет в воздухе. Ну, это очень скромная цифра. Когда наши друзья, генералитет стран НАТО, посчитали, что нужно 200-250 самолетов, тогда, да, тогда кожа. Тогда можно говорить о даже преимуществе в воздухе. Но 20-30, даже 50, я понимаю, что я повторяю президента сейчас, но это очень правильные слова, они не решат вопрос о преимуществе в воздухе. Они дадут возможность на каких-то участках фронта, ну, по крайней мере, не давать возможности российским самолетам сбрасывать управляемые бомбы, планирующие бомбы. Может, это будет по Харькову. Они запустили по нам более 600 уже управляющих бомб за последнее время, это серьезно. И перехватывать эти бомбы в воздухе, ну, практически невозможно. А уничтожать самолеты, не давать им возможность подойти, российские самолеты, нападать до зоны сброса этих бомб, вполне возможно. К тому же, очень важный момент, вы так вскользь сказали, о том, что самолеты эти могут использоваться как средство противовоздушной обороны для уничтожения крылатых ракет. Вы знаете, в боевых уставах Соединенных Штатов и других многих краин блоку НАТО прописано, что кроме баллистики, кроме баллистические ракеты, со всем остальным, что летит, 70% нагрузки должны принимать на себя именно самолеты. То есть, они уничтожают крылатые ракеты, самолеты противника, беспилотники и так далее. Вот 70% они должны выполнять работу. И только 30% наземные зенитно-ракетные комплексы. Еще раз, это именно кроме баллистических ракет. По баллистическим ракетам работают исключительно наземные зенитно-ракетные комплексы, такие как Патриот. Ну, если бы у нас уже были эти самолеты, то, я думаю, те атаки крылатых ракет, которые были по Киеву, по Ахмадиту, ну, скорее всего, самолеты смогли бы их перехватить. Поэтому они нам крайне нужны, в том числе и как средства ПВО. Ну, а наносить удары по территории Российской Федерации, вроде бы, запрета на использование самолетов для этих ударов нет. Поэтому посмотрим. Но я не думаю, что это будет основная цель этих истребителей. Скорее всего, это все-таки будет перехват российских носителей, ну, как минимум, управляемых бомб. И защита от крылатых ракет по помощи нашим наземным средствам противовздушной обороны. Ну, естественно, в том числе эти самолеты, у них есть, скажем, пушка такая, пулемет. Хотя многие удивлялись, почему, зачем на таких самолетах иметь пулеметное вооружение. Но оно есть. Могу сказать, почему. Когда-то сделали очень, ну, в то время, во время Вьетнамской войны, очень современный самолет «Фантом». Там много песни про него слышали, много там «Ф-4» слыхали такие, такую аббревиатуру. И тогда решили, что, ну, зачем на него пушка, если есть ракета, если он и так, ну, какая... Это вторая мировая или даже первая. И оказалось, что очень много было потери и очень много было невыполненных боевых задач. Именно потому, что были моменты, когда именно должна была... Можно было бы стрелять, скажем, с пулемета на борту самолета. Поэтому следующие самолеты, даже которые сверхзвуковые, там, «Стелс» и все остальное, они, у них тоже есть пулеметы. Ну, как говорится, на всякий-всякий случай. И вот на «Ф-16» есть пулеметы, и они, в принципе, могут уничтожать, в том числе, беспилотники-разведчики, ну, и даже «Шахеды». Единственное, что, если они будут лететь, ну, хотя бы быстрее, чем 100 километров, потому что на малых скоростях «Ф-16» просто не успеет его, ну, не попадет. Ну, он даже на своей очень маленькой скорости ему будет тяжело сбить такой же «Ф-16». Если он будет лететь хотя бы 200, ну, хотя бы 150-200, то, в принципе, такая цель, как говорится, по зубам «Ф-16». То есть эти самолеты, я думаю, в первую очередь будут использоваться для обороны. Ну, и для атак, куда, ну, это уже, я думаю, будет решать и совместно наша служба безопасности, Главное управление разведки и Генеральный штаб будет определяться маршруту пролета и его задание по удару. Алексей, мы можем с вами сейчас предположить, в большей части, вот для россиян все равно есть приоритетные направления. В частности, можем говорить о Покровском направлении, там, где россияне сконцентрировали прям свои усилия, и также авиабомбы спускают, собственно, по этим направлениям. Раньше Украина использовала авиабомбы «Харм», если я не ошибаюсь, на советских платформах. Есть предположение, что и с помощью «Ф-16» их можно использовать, насколько более точным это будет. И вот как вы расцениваете ваше мнение конкретным применением первой партии «Ф-16» на приоритетных для россиян территориях? Ну, нет, ну, когда мы говорим, что они будут в основном использоваться как средства обороны, это не значит, что мы не будем атаковать оппозиции врага, то есть особенно на прифронтовых. Но дело в том, что «Ф-16» у россиян тоже достаточно серьезное средство противовздошной обороны, и если он будет подлетать близко к линии столкновения, он будет, наш самолет уже, наш «Ф-16» будет в зоне поражения российских средств противовздошной обороны, а терять нам эти самолеты, ну, с таким трудом мы их получаем, и так просто их дать возможность реально уничтожить, нет. Поэтому, скорее всего, они не будут заходить в зону поражения, и как они будут применяться, ну, вы знаете, ну, мы, я думаю, что мы очень скоро это увидим, а то, что вы говорите, что адаптированные крепежи, скажем так, для планирующих бомб, которые мы можем использовать, есть и на самолетах еще советского производства, ну, это известный факт, когда страны Восточной Европы начали, ну, и балтийские страны начали присоединяться к блоку НАТО, вступать в блок НАТО, то, естественно, у них на вооружении, как стран бывшего Варшавского доллара, находилось очень много советской техники, и в том числе самолетов. Поэтому была сделана система адаптации ракет западного производства на еще советские самолеты. И мы тоже это использовали на тех же самых МИГ, на тех же самых СУШках. Лучше целиточность и дальность полета, если использовать F-16, да, там есть функция управления еще этой ракетой, то есть она, ракета, если на советских самолетах просто его можно было прикрепить и запустить, она уже практически там автономно двигалась, то с F-16 она может быть, ну, этот тандем такой, это самолет-ракета, они связаны, и с самолетом можно без участия пилота подкорректировать полет этой ракеты. Хотя там есть информация, стрельнул и забыл, но это пилот забыл, самолет не забыл, и там, если что, можно подкорректировать. Это будет удобнее, это будет точнее, это будет дальше. Но, опять же, это не будет какой-то прорыв или какой-то перелом. Это улучшит возможности. Насколько процентов, так сказать, на вскидку тяжело, но это не в разы точно. Взаимодействие с каким типом вооружения, взаимодействие F-16, я имею в виду не конкретное объединение, например, параллельное применение, может усилить эффективность F-16? Ох, я не совсем, по-моему, понял ваш вопрос. Взаимодействие F-16 с какими другими самолетами? Да, ну, например, если использовать не только F-16, а параллельно еще другой тип вооружения, которое может усилить эффект от F-16, может ли быть применена такая схема, и что это за вооружение тогда? Ну, это могут быть наши самолеты, это могут быть меги и сушки. Ну, смотрите, есть ракеты «Воздух-Земля», которые работают против радиолокационных станций. Еще начинались они «Шайк», «Стандарт-Арм». Ну, то есть, там много ракет, которые, когда самолет подсвечивается радиолокационной станции, ну, когда его пытаются захватить, то вычисляются очень быстро, вычисляются. Он заходит в край зоны поражения в 16-й, видит, где работает радиолокационная станция. Ракета фиксирует координаты этой цели, не просто получу летит, а по координатам этой цели. И он уходит в зону поражения, запускает ракету, она двигается прямо в локатор. И, ну, попадает в радиолокационную станцию, уничтожает, там пусковые установки остаются, а локатора нет, и уже куда стрелять, что делать, уже понятно, что по большому счету комплекс уничтожен. Это атака по наземным целям. Тогда туда, в этот коридор, который пробили ракеты F-16, может быть направлен на наши, ну, еще советские, или такие, которые мы используем, меги и сушки. А для того, чтобы их россияне не перехватывали уже с воздуха, вот сверху их может прикрывать F-16. То есть F-16 пробивает, условно говоря, коридор в зенитно-ракетных средствах, хоть и воздушная оборона, чтобы можно было пролететь и нанести удар другими самолетами. А для того, чтобы их не перехватывали непосредственно российские самолеты, их прикрывают сверху F-16. У них дальность поражения, бортовой радар, который есть на F-16, дальше виден, чем бортовые радары российских самолетов и ракеты, которые используются в воздух-воздух, они, ну, за исключением, там, одну ракету, F-37 российская, но она такая, не очень, там, много к ней вопросов. А те ракеты, которые используют воздух-воздух, F-16, они стреляют на 100-120 километров, как там красиво в передней, в задней полусфере, то есть вперед-назад. А российские на 60-70 километров, там, Р-1, Р-2 ракеты, поэтому преимущество в воздухе будет однозначным. То есть пробили на земле коридор, пошли другие самолеты, сверху прикрывают F-16. Такое, ну, это не секрет, это очевидная тактика, и про нее, ну, не один раз уже многие эксперты говорили, что скорее всего, так она будет и так будет работать. Благодарим, Алексей, за то, что вы присоединились к эфиру Freedom. Алексей Гетьман, военный аналитик, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.